Печень. Только терпеливый закончит дело, а торопливый упадет. Саади. Введение. После очистки толстого кишечника необходимо приступать к очистке печени. Вся минозная кровь из кишечника, за исключением нижнего отдела прямой кишки, проходит через печень. За годы нашей жизни она обезвредила и закапсулировала в себе столько, что увидев все это выходящее вон из своего организма во время специальной чистки, вы не поверите своим глазам. В данном разделе будут рассмотрены как древние, так и современные рекомендации по здравлению печени и будет разобрана сущность этих методов с научной точки зрения. Параграф 1. Общие сведения о печени и ее функциях. Анатомия печени. Печень человека закладывается на третьей неделе эмбрионального развития, изначального отдела первичной средней кишки и развивается зачаток печени. Печень – самая крупная железа в организме человека, вес ее колеблется от полутора до двух килограммов, а на мягкой консистенции имеет форму неправильного усеченного конуса с закругленными краями. На ней различают две поверхности – верхнюю выпуклую, обращенную к диафрагме и соприкасающуюся с ее нижней поверхностью, и нижнюю, обращенную вниз и назад и соприкасающуюся с рядом органов брюшной полости. Почти со всех сторон печень покрыта брюшиной. Исключение составляет ее задняя верхняя поверхность, сращенная с нижней поверхностью диафрагмы. Печень – орган подвижный. Будучи фиксирована к диафрагме, она следует при вдохе и выдохе за ее движениями. Доказано участие диафрагмальных нервов в иннервации печени. Удержание печени на месте способствует давление брюшного пресса, кровообращение и лимфообразование в печени. В печени очень развита венозная система, как по протяжению, так и по вместимости. Она подразделяется на воротную вену и систему печеночных вен. Своебразность воротной вены заключается в том, что она начинается и заканчивается капиллярами. Если печеночная артерия доставляет кровь, богатую кислородом, для питания печеночной ткани, то воротная вена собирает кровь из всего желудочно-кишечного тракта и селезенки и является основным сосудом, определяющим функцию печени. Она имеет один из основных анастомозов. Анастомоз – это обходной проток, который в норме закрыт, с венами прямокишечными, верхней, средней и нижней. Благодаря этим венозным соединениям печень играет важную роль в деятельности почек, селезенки, желудка, сердца и других органов. По некоторым данным можно считать, что через печень протекает в одну минуту в среднем 1500 мл крови. Из них 1200 – это 80% через воротную вену и 300 мл – это 20% через печеночную артерию. Кровь, поступающая в воротную вену из различных отделов брюшной полости, смешивается не полностью, а частично. Идет как бы отдельным потоком. Примерно как одна река впадает в другую, некоторое время течет отдельным потоком, прежде чем смешаться. В связи с этим, в разные части печеночной ткани поступает кровь преимущественно из различных брюшных отделов. Так, селезеночная кровь поступает больше в левую долю печени, а толстого кишечника – в правую. Другой особенностью печеночного кровотока является более медленный ток крови через печеночные сосуды по сравнению с другими органами. А вот давление в воротной вене по сравнению с венами других областей отличается большей силой – от 7 до 14 мм ртутного столба. Кроме того, надо принять во внимание, что ток крови в самой печени изменяется от присасывающего действия грудной клетки и движения диафрагмы. Лимфообразование в печени весьма интенсивно, поскольку от 1,3 до 1,2 всей лимфы тела происходит из этого органа. Функции печени Печень является одновременно органом пищеварения, кровообращения и обмена веществ – углеводной, жировой, белковой, водной, минеральной, пигментной, витаминной, гормональной обмены в организме, тесно связанные с функцией печени. В ней осуществляются специфические защитные и обезвреживающие ферментативные и выделительные функции, направленные на поддержание постоянства внутренней среды организма. Так, к ядовитым веществам, поступающим из толстого кишечника, индол, скотол, тирамин, присоединяются серная и глюкоруловая кислоты и образуются малоядовитые эфирно-серные кислоты. Эти парные соединения выводятся дальше по каналам очистительной системы. В связи с вышеизложенным, возьмем пример, приводимый Шуваловой, статья «Болезни печени и желчных путей» из журнала «Факультет здоровья». При попадании в кровь каких-либо чужеродных веществ, например, угольных частиц, они полностью захватываются печенью. И только в тех случаях, когда доза чужеродных веществ велика, они появляются в других органах. Вместе с тем, печень принимает участие в промежуточном обмене веществ, независимо от пищеварения. Она участвует в процессе гемориза, то есть распада эритроцитов, отслуживших свой век, совершающегося в селезенке, в кровяном русле. Этот процесс заканчивается в печени с желчеобразованием. Следует упомянуть и о такой функции печени, как мочевинообразование. Оно совершается только здесь, а мочевина, как конечный продукт белкового обмена, выводится почками. Это указывает на тесную связь функций печени и функций почек. Желчеобразование. Желчеобразование является специфической функцией печени, но оно подготавливается деятельностью ряда органов и тканей. В сутки у человека образуется от 800 до 1000 мл желчи. Желчь по желчным путям, имеющим просвет 4 мм и длину от 2 до 6 см, доходит до пузырного протока. Просвет пузырного протока в среднем равен 3 мм, а его длина от 3 до 7 см. Общий желчевыводящий проток, куда впадают оба эти протока, имеет просвет 6 мм и длину от 7 до 8 см. При закупорке устья просвета общего желчного протока может увеличиться до 1,5-2 см поперечники без какой-либо патологии. Желчные пути богато снабжены гладкомышечными волокнами, благодаря чему они могут активно продвигать желчь то в одном, то в другом направлении. Часть желчи скапливается в желчном пузыре, имеющем длину 12-18 см и вмещающего до 60 мл желчи. Однако он легко растягивается и может свободно, без повреждений вмещать до 200 мл жидкости. Он также снабжен мышечными волокнами и может сокращаться совместно с желчными путями, выбрасывая желчь в 12-перстную кишку под давлением 200-300 мм водного столба. Желчный пузырь обладает способностью концентрировать желчь в 10-20 и более раз. Моторный нерв желчного пузыря блуждающий и регулируется правым диафрагмальным нервом. Энергия, необходимая для желчной секреции, образуется за счет тканевого дыхания печени. Желчь является секретом печеночных клеток. Вкус желчи горький, с последующим сладковатым привкусом. Запах своеобразный ароматический. Реакция желчи слабо щелочная. Желчь участвует в кишечном пищеварении. Способствует нейтрализации кислой пищевой кашицы, поступающей из желудка в 12-перстную кишку. Эмульгирует жиры и способствует их всасыванию. Оказывает возбуждающее действие на перистальтику толстых кишок. С ней выводятся из крови различные экзо- и эндогенные вещества, которые скапливаясь в крови, оказали бы вредное влияние на деятельность организма, а также излишки холестерина. Вот состав пузырной желчи. Вода около 84%, желчная кислота 7%, муцин и пигменты 4,1%, минеральные вещества 0,8%, жиры 3,1%, холестерин 0,6% и ряд других веществ. Образование желчи происходит непрерывно. Уменьшается при голодании, перегреве, увеличивается при понижении внешней температуры, усилении портального кровообращения и при наличии в принятой пище продуктов переваривания белков и особенно жиров. Параграф 2. Патология печени. Образование желчных камней и воспаление желчных протоков. Разберем по порядку составные части желчи. После воды желчные кислоты занимают второе место 7%. Они образуются в печени из холестерина. Их главное свойство сильно понижать поверхностное натяжение жидкости. Уменьшение содержания желчных кислот вследствие нарушения способности клеток печени при различных ее поражениях синтезировать эти кислоты или при застое желчи в желчном пузыре есть одна из главных причин выпадения из раствора холестерина и солей кальция и образования желчных камней. Желчные пигменты. Желчные пигменты в основном представлены пигментом билирубином золотисто-желтого цвета и биливердином зеленого цвета. При окислении билирубин превращается в биливердин. Образуется он в основном из гемоглобина крови. По своей химической природе эти пигменты близки к парфинам. Холестерин нужно для организма вещество, входящее в состав клеток, однако чрезмерное его количество вредно для организма. Теперь мы знаем, что застой желчи или уменьшение содержания желчных кислот в ней из-за нарушения функции печени их вырабатывать приводит к тому, что поверхностное натяжение желчи возрастает. Это способствует образованию коллоидных растворов холестерина, жирных кислот, фосфорнокислых и углекислых солей кальция, а также трудно растворимых в воде билирубинов кальция. Если содержание желчных кислот падает ниже необходимой нормы, то из раствора прежде всего выпадают холестерин и жиры. Образуется эмульсия холестерина, которая постепенно затвердевает и холестерин в ней кристаллизуется. Если в желчных протоках имеется воспалительный процесс, то на этой основе начинают расти другие камни. Вот темпы роста желчных камней по данным Ашофа. Холестериновый камень растет много месяцев и даже несколько лет. В условиях воспаления рост его значительно ускоряется. Воспаление желчного пузыря, холецистит и желчных протоков холонгит развивается в большинстве случаев при наличии в них камней, а также микроорганизмов, проникающих в желчный пузырь, главным образом из кишечника. По материалам вскрытий Риддель утверждал, что у каждого десятого имеются желчные камни. Образование желчных камней в основном зависит от питания и начинается с 16-20 лет, а в 70-летнем возрасте их обнаруживают у каждого третьего. Согласно данным Иванопалова, Брюно, Кладинского и других, как состав желчи, так и эвакуация ее из кишечника, находятся в прямой зависимости от характера пищи. Так при жирной и богатой белками пищи выделяется более густая, концентрированная желчь, богатая плотными веществами, холестерином и билирубином. Женщины болеют в 6 раз чаще мужчин. Беременность благоприятствует образованию желчных камней, так как происходит застой желчи в желчном пузыре. Матка оттесняет внутренности, повышает внутребрюшное давление и меняет положение желчного пузыря и протоков, а также вследствие повышения холестерина в крови, развивающегося в последние месяцы беременности и в первое время после родов. Наконец, во время беременности могут создаваться некоторые нарушения функционального состояния печени. Особенности женского и мужского дыхания также объясняют частоту этого заболевания. У женщин при грудном дыхании происходит менее глубокое по сравнению с мужчинами бручным экскурсия диафрагмы. Движение же диафрагмы благоприятствует току желчи в желчных путях. Дискинезия желчных путей – это расстройство моторики и отсюда своевременного опорожнения желчного пузыря. В основе дискинезии желчных путей лежит изменение в деятельности центральной нервной системы. При этом нарушается согласованное сокращение мускулатуры желчного пузыря, сфинктера одни и поступление желчи в общий желчный проток и двенадцатиперстную кишку. Помимо этого, может быть мышечная слабость желчных путей. Причиной этой слабости может являться особое строение тела, астенический тип, например, сидячий образ жизни, а главное – недостаточность натурального питания, богатого минеральными веществами, витаминами и другими нужными веществами. При выполнении ниже указанной чистки из вас выйдут самые разнообразные камушки. Вам, конечно, будет интересно узнать, какие камушки это, откуда вышли, а также из чего они образованы и причина их образования. Желчные камни в желчном пузыре имеют округлую форму. Желчные камни внутри печеночных ходов могут быть ветвистыми и представляют собой точный слепок желчного протока. Внутри печени и в желчных путях, и в желчном пузыре встречаются твердые, колючие, ветвистые формы черные пигментные камни. Чистка их раздробит, и они выйдут в виде подсолнечных семечек и черного песка, как каменноугольная пыль до 6 мм. По составу желчные камни делятся на холестериновые, большие комбинированные, сложные холестериново-пигментные, солевые и пигментные. Холестериновые камни имеют величину от горошины до сливы, форма округлая, поверхность гладкая, цвет белый или светло-желтый и встречаются в желчном пузыре. Они мягкие, легкие, плавают в воде. Причина образования – обогащение желчи холестерином, а также уменьшение защитных коллоидов, желчных кислот и застой желчи. Холестериново-пигментные, известковые, самый частый вид желчных камней. Они всегда множественны и имеют форму неправильных многогранников. Величина их от булавочной головки до крупной горошины. Цвет беловатый, сыроватый при преобладании холестерина и извести в коре камня. Или бурый и темно-зеленый при преобладании пигмента биливердина. Возникновению этих камней способствует чаще всего инфекция и воспаление желчного пузыря и желчных протоков. Возможно их возникновение и без инфекции, а в результате неправильного сочетания пищевых продуктов, прошедших термическую обработку. Пигментно-известковые камни черно-зеленого цвета многочисленны, хрупки, разнообразной формы. Иногда это бурые, крошащиеся камки. Доказано, что закладка этих камней происходит во внутри печеночных желчных ходах. Эти камни лишены холестерина, содержат примес меди и развиваются из микролитов. Микролиты имеют диаметр от 7 до 60 микрон. Состоят из белковой основы, желчных пигментов и извести. Причина их образования – попадание чужеродных частиц из кишечника в кровь. Вспомните пример с угольными частицами, где они связываются белками и пигментами желчи и потихоньку удаляются через желчные протоки. А у кишечника они попадают в виде вареной пищи и из воды. Ведь в процессе варки органические вещества превращаются в неорганические, выпадают в осадок, как в чайнике после кипячения, которые не усваиваются организмом и как чужеродный продукт выводятся вместе с желчью. В части случаев микролиты дают начало пигментно-известковым камням, развивающимся в желчных протоках и пузыре. В итоге могут образовываться два вида камней. Чистые пигментные камни, связанные с процессом гемориза, и землянистые пигментные камни, связанные с застоем желчи. Наибольшая редкость, к счастью, чистые известковые камни. Они белые и твердые и развиваются на почве воспаления в результате пропитывания известью клеточных обломков и белковых масс. Кальций-известь и в этом случае доставляется из вареной пищи. Междольковые выводные протоки желчи идут рядом с междольковыми кровеносными сосудами и, соединяясь друг с другом, образуют сначала правые и левые долевые протоки, а затем общий печеночный проток. Системы внутрепеченочных желчных путей правой и левой долей печени строго разграничены. Правый долевой желчный проток принимает желчь из переднего и заднего протока. Территорию, обслуживаемую каждой из этих протоков, называют сегментом печени. Каждый из названных сегментов собирает желчь из междольковых выводных протоков на территории сегмента. Границы между сегментами, как правило, не нарушаются ни желчными путями, ни артериями, ни венами воротной системы. Отсюда в среднем одна чистка пробивает один сегмент, а их четыре. Поэтому, как минимум, чтобы очистить печень, желательно сделать четыре чистки. Портальная гипертония и ее последствия. Современное питание делает нашу кровь более кислой. В норме PH крови слабощелочная. Лишенные достаточного количества живых минеральных веществ, витаминов и ряда других элементов. Малоподвижный образ жизни и вышеуказанное состояние крови незаметно приводят к дискинезии желчевыводительной системы. Величина сопротивления в желчевыводящем протоке может возрастать до 750-800 мм водного столба. Это почти атмосфера. Концентрация желчи, как известно, может увеличиваться в 20 и более раз. Вещества, находящиеся в таком концентрированном виде, могут выпадать в осадок. Как указывалось, первым начинает кристаллизоваться холестерин. За ним билирубин с продуктом его окисления. Соли, извести. Эта тройка является главным составляющим желчных камней. Наряду с твердыми камнями в печеночных протоках откладывается аморфная билирубина, кальциевая масса, похожая на сгустки. В желчном пузыре и протоках может находиться желтовато-белый песок, марка, кашицеобразная масса. Печень как бы распирается изнутри от этих желчных тромбов, как твердых, так и мазутообразных. При этом сильно сдавливаются окружающие ткани, так как давление желчи в желчевыводящем протоке может достигать атмосферы. Это затрудняет ток артериальной крови, несущий кислород по печеночным артериям и особенно затрудняет кровоток по воротной вене, несущей питательные вещества из кишечника. В итоге развивается портальная гипертония. Обратимся за разъяснением к большой медицинской энциклопедии, старой, советской. Портальная гипертония – это повышенное давление крови в воротной вене, другое название портальная вена. Оно является следствием, а причину я уже описал, затруднения тока крови через печень в связи с теми или иными механическими препятствиями. Например, образование желчных тромбов в желчных протоках, белковая инфильтрация печени, белковые массы, откладываясь в печени, развигая печеночные балки, сдавливают эпитериальные клетки, приводя их к атрофии. Создается перестройка структуры органа. Часть крови, не пройдя через печень поворотной вени, идет в обход, так называемое кальнатериальное кровообращение по анастомозам с верхними и нижними полыми венами, прямокишечными и другими, смотрите схему. Возникает застой на увеличение селезенки. А если застой крови, то дыхание и питание отсюда ее функции становятся хуже. Селезеночником на заметку. Застой в венозной системе поджелудочной железы приводит к дистрофическим изменениям в ней и к нарушению ее функции. Не это ли будет главной причиной трудноизлечимости сахарного диабета? Диабетчиком на заметку. Застой в венах желудка и кишечника нарушает секреторные и всасывающие свойства этих органов. Не здесь ли кроется причина несварения и плохого усвоения пищи дистрофиком на заметку? Это также приводит к сильным кровотечениям, особенно из сосудов желудка, кишечника, пищевода, прямой кишки, обильным месячным у женщин, тромбом на ногах и геморрою. Артериальное давление падает гипотоником на заметку. Рисунок 12, показывающий типы колотериалей на передней брюшной стенке при инфракрасной фотографии. Первая голова медузы, второй верхний тип, третий нижний тип, четвертый сочетание со сдавливанием нижней полой вены. Это все мы говорим о портальной гипертонии. В связи с тем, что происходит атрофия клеток печени, от сдавливания и местной недостаточности питания, страдает углеводный, жировой, белковый, водный, минеральные обмены и так далее и тому подобное. Перечислять расстройства и заболевания, возникающие от нарушения всех этих обменов, которые к тому же трудно диагностируются, нет смысла и так ясна чудовищность последствий грязности и забитости нашей печени. Об этом же говорят и йоги. Вот отрывок из книги «Йога-терапия» Ягина Свами Шивананда. Слабая печень является основным условием, нарушающим наше общее здоровье и в особенности это влияет на рост организма в целом. Здоровье печени обеспечивает здоровье и жизнедеятельность всего организма. На важнейшие железы в организме гипофиз, щитовидная и поджелудочная железы, которые способствуют развитию организма, дают ему рост и помогают печенью в процессах пищеварения, парализуются. Когда они перенапрягаются, стараясь помочь больной печени, общее расстройство не только влияет на рост и развитие организма, но и чревато ужасными последствиями. Интересно и своеобразно о причинах заболевания печени рассказано в Джудши, это тибетский трактат средневековый. Склонность к жгучему, острому, горячему, масляному, неукротимый гнев в духовной природе, сон в жаркий полдень и после еды, тяжелая работа, непосильный труд, копание земли твердой, натягивание сухого лука, драка, борьба, бег на перегонки за всех сил, падение с лошади и скручи, попадание под падающие, удар камнем, побои палкою, мясо, тростниковый сахар, чай и прочее в большом количестве, вот эти условия вызывают жар печени. Мы можем употреблять пищу, богатую витаминами, минеральными веществами и другими наивысшего качества питательными веществами, но из-за забитости царицы старшей, так называют печень тибетской лекари, из-за того, что часть питательных веществ минует печень, проходя по анастомозам в другие вены, и не превращается из-за этого в нужную, усваиваемую для организма форму, мы можем страдать от нехватки питательных веществ, что и наблюдаем в самом деле. Пищевые вещества, миновавшие печень, являются чужеродными для организма и вызывают различные аллергические реакции. Поэтому, прежде чем идти к врачам, мучить себя, выявлять аллерген и тому подобное, почистите свою печень, и глядишь, аллергия исчезнет. И так происходит во многих случаях. Вообще, даже при правильном питании и соблюдении всех других принципов оздоровления, с грязной печенью мы продвигаемся гораздо медленнее, чем нам хочется. Именно по этой причине многие разочаровываются в естественном пути оздоровления. Параграф 3. Симптомы, указывающие на болезни печени. Давайте сначала разберем древнюю симптоматику заболеваний печени, а затем сравним и дополним ее современной. Обратимся вновь к Джудши. Тибетские лекари считали, что болезни всего три. От ветра, желчи и слизи. Расстройство одной из высоуказанных функций приводит к болезням. Причем под функцией желчи они понимали очень широкое понятие и разделяли желчь на пять видов. Желчь пять видов. Переваривающая, цвет изменяющая, притворяющая, дающая зрение и ясный цвет. Переваривающая желчь находится в желудке между переваренной и непереваренной пищей. Она переваривает пищу, отделяет сок от осадка, дает тепло и силу остальным четырем видам желчи. Желчь, цвет меняющая, находится в печени. Она полностью изменяет цвет прозрачного сока на красный.